Токтаров Олег Николаевич. Российский спортсмен, киноактер, телеведущий и общественный деятель, долгое время проживающий в США. Чемпион мира по смешанным единоборствам, выступающий под псевдонимом «Русский медведь». На протяжении спортивной карьеры провел 24 поединка, из которых 19 одержал победу. В качестве киноактера снялся более чем в 60 фильмах, начав свою карьеру в Голливуде. Олег Токтаров родился 26 августа 1967 года в городе Саров Новгородской области. Его отец, Мариец по национальности, был военнослужащим и в молодости достиг высокого разряда по боксу. Видя, что сын целыми днями читает приключенческие книжки и пребывает в собственных мечтах, но не может постоять за себя в противостояниях с одноклассниками, отец отвел Олегу в спортивную секцию. Там Токтаров изучал самбо под руководством опытного тренера Виталия Михайлова. Вскоре инструктор увидел в юном спортсмене потенциал и сделал пророческое замечание, что тот способен стать мировым чемпионом. Такая вера в способности подопечного не позволила Олегу бросить спорт, хотя он мечтал об актерской карьере. А в 1990 году он сдал нормативы на мастера спорта. После окончания средней школы Олег Токтаров отслужил два года в рядах советской армии. Сначала в спортивной роде, а затем в войсках ПВО. Позднее являлся инструктором по боевым искусствам в структуре КГБ СССР. Все это время он продолжал тренироваться и принимал регулярное участие в соревнованиях и чемпионатах. В 1993 году Токтаров одержал уверенную победу в турнире «Белый дракон» по боям без правил в латвийском городе Рига. На соревнованиях его заметили американские скауты и пригласили поучаствовать в профессиональных боях в их стране. Переехав в США, Олег начал выступать в смешанных единоборствах и получил широкую известность как один из самых спокойных и уравновешенных спортсменов. На бои спортсмен выходил под псевдонимом «Русский медведь», тем более, что по внешним параметрам при росте 183 см его вес составлял 95 кг, он полностью соответствовал этому прозвищу. Организация ММА только делала первые шаги в проведении боев смешанных единоборств, и соревнования проходили между спортсменами одного стиля. Олег выбрал категорию самбо. Первые бои Тактарова не принесли молодому человеку славы, но турнир UFC 6 закончился для борца победой над американцем Дэвидом Танком Эбботом и чемпионским титулом. В 1997 году Тактаров вышел на ринг в первом спарринге Pride, где соперником россиянина стал канадец Гарри Кудридж. С 2001 по 2007 год Тактаров не участвовал в соревнованиях, но потом вернулся ради нескольких турниров. В частности, он провел бой с Рензо Грейси, который закончился поражением. Тактаров пропустил удар в голову и свалился с ног, после чего получил сокрушительный удар кулаком в лицо от соперника. Рефер засчитал нокаут. Всего на ринге Олег провел 24 поединка, из которых проиграл только 5. Выиграл Олег и показательный боксерский матч против Дольфа Лунгрена, который проходил в рамках шоу «Король ринга». Показательная победа стала знаковым достижением в спортивной биографии Тактарова. В 2003 году среди болельщиков UFC был проведен опрос, который определял самых популярных спортсменов в истории боевых искусств. Олег по результатам голосования попал в лучшую десятку, где оказался единственным участником из постсоветского пространства. Помимо спортивной карьеры бойца, Тактаров попробовал себя в роли комментатора М1 «Раша и Европа», но этот опыт спортсмену не удался. Также в 2009 году Олег организовал шоу «Мужские игры», участниками которого по замыслу становились бывшие бойцы, претендовавшие на второй шанс в карьере. После завершения съемок спортсмены отправлялись в Калифорнию для участия в турнире профессионалов. На российские каналы передача так и не вышла, но через два года болельщики смогли наблюдать бойца с мировым именем в программе Первого канала «Специальное задание» в качестве телеведущего. В 2011 году Олег Тактаров решил вернуться в Нижегородскую область в родной город Саров и заняться общественной деятельностью. В октябре того же года он был назначен на должность советника по вопросам спорта главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова. В 2012 году Олег Тактаров получил пост руководителя Федерации по смешанным единоборствам. В октябре того же года разразился скандал в спортивной среде. Руководитель Российского союза ММА Федор Емельяненко обвинил Тактарова в незаконном проведении чемпионата первенства Федерации ММА России, который проходил в Люберцах. Одним из пунктов обвинения стало выступление на турнире детей младшего школьного возраста. Заявление Емельяненко попало в прокуратуру. Олег Тактаров в свою очередь пояснил, что бои проводились для взрослых бойцов, а дети соревновались без ударов. Главным желанием Олега Тактарова всегда было сниматься в кино, причем только в Голливуде. И после того, как молодой человек стал известным бойцом на ринге, его мечта осуществилась. Сначала Олега пригласили фантастический боевик «Тотальная сила» и триллер «Самолет президента». Затем последовали криминальная драма «15 минут славы», боевик «Красный змей», фантастика «Роллербол» и экшен «Шпионка». Во всех этих фильмах актер играл выходца из России или агента, или преступника. Популярными стали приключенческая картина «Сокровище нации», триллер «Плохие парни 2» и криминальная драма «Полиция Майами. Отдел нравов». Позднее Тактаров вместе с Эдрианом Броуди появился фантастическом боевике «Хищники», а с Сильвестром Сталлоне поработал в комедийном боевике «Достань меня, если сможешь». Отдельного внимания фильмография актера заслуживает картина «Право на убийство», которая была снята в 2008 году. В этом проекте Тактаров снялся со звездами мировой величины Робертом Де Ниро и Аль Пачино. Добившись успеха в вожделенном Голливуде, Олег начал соглашаться на приглашение из России. В фильмографии актера стали появляться картины российского производства, сага об олигархах «Охота на изюбре», экранизация Гоголевского «Вия», комедия «Билет на Вегас», криминальная драма «Давай сделаем это по-быстрому» и другие. Наиболее значимые работы для Тактарова в российском кино оказались в боевиках «Мальтийский крест» и «Хранитель». Также с участием бойца на телеэкраны вышли сериалы «Поединки» и «Бывшая жена». В 2014 году актер стал участником шоу «Большие гонки». Он вошел в состав команды «Выше радуги». Честь России в соревнованиях отстаивали и другие знаменитости, среди них Денис Дорохов, Дмитрий Колдун и Алексей Лысенков. В 2016 году Олег Тактаров находился на пике профессиональной актерской формы и снялся в ряде разноплановых картин. Ему доверили сыграть главную роль телохранителя романа в триллере «Молодой», где герою Тактарова предстояло защитить сына бывшего начальника Андрея. Также в этом году завершили съемки фильмов с его участием «Мертв на 99%» и «Шелест». В 2019 году на экраны вышел фильм «Очаянные», где он исполнил одну из главных ролей криминального авторитета Харона, который возглавляет банду преступников. Сюжет закручен вокруг двух женщин – Риты и Ольги, которые невольно становятся свидетельницами убийства и попадают водоворот неприятностей. Кроме того, в том же году актер появился еще в двух картинах – это детектив-герой по вызову и романтическая драма «До скорой встречи». А 2020 год для Олега Тактарова ознаменовался выходом картины «Хищники», в которой он исполнил роль Вени. Личная жизнь Олега Тактарова такая же разнообразная, как и профессиональная деятельность. Он успел трижды сходить под венец и обзавестись тремя сыновьями. Причем спортсмен никогда не спешил, а первый раз женился, когда уже был знаменит и финансово обеспечен. Первую супругу звали Милена, и с ней спортсмен прожил пять лет. В семье родился сын Сергей, но вскоре после этого брак распался. Вторая жена была американка по имени Кэтлин. Она помогла мужчине выйти из психологического кризиса после одного из поражений на Римге. Девушка оказала Тактарову поддержку, и у них завязался роман, окончившийся свадьбой и рождением сына Китона. Но характера Олега и Кэтлин не подошли друг для друга. Оба спокойные, но иногда слишком импульсивные и вспыльчивые. Не нравилась спортсмену и профессия супруги. Кэтлин работала начальницей тюрьмы строгого режима и не собиралась оттуда уходить. Через несколько лет актер женился снова. На этот раз избранницей стала русская девушка Мария, родившая Олегу третьего сына Никиту. В прессе появились сообщения о том, что и здесь личная жизнь не сложилась. Брак просуществовал только пять лет, а Тактаров начал встречаться с бизнесвумен по имени Евгения. Но оказалось, что это домыслы журналиста. Так как Евгения Трощий, с которой спортсмены так часто видели представители прессы, это его теща. Олег Тактаров активный пользователь интернета. Спортсмен часто выкладывает на персональных страничках в Инстаграме и Твиттере фото и видеорепортажи с местных и международных соревнований. Боец проводит семинары в городах страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, о чем также рассказывает со страниц аккаунтов. Олег поддерживает хорошую физическую форму регулярными тренировками в зале и упражнениями на растяжку, а в свободное время он больше всего любит готовить. Одно из его коронных блюд – баранина по-норвежски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова